здравствуйте уважаемые друзья сегодня мы с вами по вашей просьбе рассмотрим как изготовить вот такую очень очень простую нимфу которую в основном я использую только зимой но достаточно хорошо работает она и летом по конструкции она больше всего подходит к ред тагу но и то же время напоминает все мушки которые голдхед это нимфы которые с золотой головкой дело в том что зачастую я не стараюсь допустим использовать только вот как вы видите здесь золотой здесь уже медный шарик но по моим рыбалкам я могу сказать одно что карась больше реагирует на белый шарик найти на крючок который вот такой у нас это номер 16 фирмы камасан серия 400 может пойти сюда любой нимфовый подобрать самим вы для себя уже сможете под свою рыбалку обычно величина крючка определяет ту рыбу которую вы будете ловить понятное дело зимой должны быть самые минимальные по величине крючки ну и летом также хорошо ловится я не мог ее вам выложить несколько раньше потому что она не прошла проверку рыбой сейчас она уже прошла проверкой проверку и в основном практически вся белая рыба реагирует в том числе и окунь поэтому давайте мы с вами приступим и в процессе изготовления я вам расскажу потому что изготавливать ее значительно быстрее чем мы будем разговаривать шарик как вы видите используется здесь латунный но в данный момент я смог найти диаметром 2 миллиметра вольфрамовый это значительно лучше чем какой-либо другой и дополнительно так как она больше в придонных слоях сделал буквально здесь 5-7 витков свинцом диаметром приблизительно 0,3 можно 0,2 0,25 0,3 толще не надо почему вы сейчас сразу все поймете и как обычно я использую вот такой клей гелевый для того чтобы более качественно мои материалы закрепились берем буквально капельку небольшую клея и я наношу перед вот этой пружинкой свинцовой которую я намотал удерживаем шарик чтобы наш не провалился и задвигаем вот это углубление которое имеется у нас в шарике буквально считайте мы его должны с вами запрессовать вовнутрь в то отверстие которое просверлено вот у нас очень хорошо он сел на свое место остатки клея промажем по свинцу и на то место где будем крепить хвостики другие элементы в качестве хвостика я обычно использую для мокрых мушек продается вот такая из двух прядей это шерстяная нить поэтому значительно легче работать таким материалом так как намокает очень быстро и хорошо наша мушка нить очень тонкая ту которую вот я распускаю сам потому что такая величина наших мушек уже относится микро мушкам вязать их необходимо с использованием нитки и других материалов которые значительно тоньше теперь я беру так чтобы не доходил мой материал до свинца но для начала притяжной петлей я подхватываю парочкой вот так мой хвостик и потом только лишь я его подтягиваю до того места где у меня он должен соединиться со свинцом буквально виточек к виточку можно вот так и потом подправить как вам удобно следим за тем чтобы нитка наша не распускалась сильно подхватили не отрезает так как потом не будут работать неудобно оставляем в качестве сегментирования я использую все тот же новогодний но достаточно крепкий вот я вам уже показывал как-то фильмах я пытался его порвать тянул вот он вот так становится тоньше но достаточно хорошо держит если нет можно использовать любую медную проволоку которую вы подберете для себя сами также подводим к тому месту чтобы край у меня подходил до свинца так чтобы не было у меня вот этих вот бортиков и аккуратненько аккуратненько вот так подхватываем подхватили в качестве тела я использую павлинье перо но скажу вам сразу в отличие от всех других перьев если вы сможете заметить у этого несколько хуже бородки это для меня очень хорошо по так как у меня сама ось достаточно крепкая крепим также как и все другие материалы так чтобы не было бортика а вровень с нашим свинцом подхватили теперь перепроверим положение хвостика если и нужно мы его немножечко еще промотаем и уберем вот эту небольшую ступенечку ниткой которая у нас все равно сохранилась там где свинец это не страшно так как перо все равно ляжет достаточно хорошо как вы видите достаточно нормально ровно подходящее тело больше я ничего не проматываю но для дальнейшего чтобы можно было аккуратно работать нам необходимо с вами сделать парочку узелков можно узловязом как угодно буквально пару миллиметров не доходим сюда до шарика так как там мы будем с вами делать опушку не для того чтобы нам было удобно и не было нагромождение материала я всегда пушку делаю немножко не доходя до шарика промажем хорошо но не сильно усердствуя нашим гелевым клеем выберем для себя от себя или на себя мотать и желательно так чтобы вот так виточек к виточку так как мы зачастую с вами изготавливаем нимфы летних вариантов используя очищенное перо павлина не дошли до шарика подхватили ниткой и буквально парочка вот так оборотов наше перо уже никуда не денется и клей держит и нитка остатки удаляем просегментируем наше тело выберем шах какой нам удобен это уже не столь принципиально один полный оборот опять перехватили наш люрекс остатки удаляем теперь мы с вами можем уже удалить ненужное значит как я делаю я беру вымеряю длину для себя чтобы ну будем говорить так меньше вот было ширины загиба крючка или равен самому загибу нашего крючка натянули и отрезали одним движением так как в ред так изготавливаются хвостики самое теперь основное это вот то перо которое найти на опушку я нашел вот такое перышко куриное окрашенное флюо из сибрайта оно мягкое но и в то же время достаточно крепкое подводим к месту крепления свинца и нашего шарика и теперь самое главное вот как только мы вот подхватили я для того чтобы мне в дальнейшем было удобно работать я использую клей можно не использовать использовать ваксу но так как чтобы не было нагромождения материала я делаю как всегда вот такую операцию дополнительно стараюсь закрепить перо поднимаем его вверх аккуратненько и должны мы с вами промотать перед пером если попали бородки это не страшно мы их в любой момент потом сможем удалить оставляем в таком положении теперь перо у нас достаточно короткое неудобно я обычно всегда использую обыкновенный перодержатель количество оборотов все будет зависеть от величины вашей мушки и от того какую вы рыбу будете ловить но скажу вам сразу не более двух оборотов иногда даже получается что хватает и одного если у вас имеется куропатка используйте куропатку я в большей степени этот фильм делаю для вас отвечая на ваши вопросы так как алексей все время меня достает что у него нет куропатки и я показываю что можно изготовить мушку используя и утина и куриная любое перышко сделали закрепили парочку оборотов теперь я отвожу аккуратненько все перья назад сделал один оборот но хорошо продавил теперь опять без фанатизма совсем совсем немножечко нанесем клей на нашу нить нить достаточно тонкая поэтому мы здесь опять увлажнили пальцы увели бородки мы выполним здесь ну пару-тройку оборотов чтобы не было вот этой шеи которую я ужасно не люблю на наших мушках которая жабу вылазит и портит всю работу буквально один раз вполне достаточно так как наша нить в клею подтянули нить удалили теперь что остается нам мы теперь можем с вами спокойненько наклонили наше перышко и вот таким движением отрезали не отрываем и все друзья мои как вы видите вот такая достаточно уловистая симпатичная нимфа которая хорошо работает в данный момент готова к рыбалке благодарю вас за внимание до скорых встреч встреч